всем привет дорогие друзья с вами автоход и у нас сегодня распаковка посылки из англии от канала солдайкаст одиссей ссылочка на канал соло будет в описании ребят подписывайтесь на канал соло у него все обзоры на английском языке но обзоры очень крутые очень классно ламповые обзоры и если вы не понимаете английский язык смотрите в яндекс браузер там и встроенный перевод на русский язык голосовой перевод поэтому смотрите через яндекс браузер его канал ссылочка на канал соло будет в описании обязательно подпишитесь на его канал и посмотрите его видосы это что-то с чем-то я вам говорю один из лучших каналов по обзорам машинок на мой взгляд которые существуют на английском языке но благодаря яндекс браузер мы все это сможем с вами посмотреть на русском вместе с посылкой пришло вот такое сообщение kind regards соло наслаждайся мой друг лучшее пожелание от соло наслаждайся мой друг спасибо большое соло спасибо большое соло отложим это письмо в сторону и начнем распаковку машинок у меня также есть версия будет версия на английском языке распаковки этих машинок ссылка будет в описании если вы захотите после этого видео посмотреть обзор на английском языке опять же смотрите через яндекс браузер если вы не знаете английского там будет вполне достойный перевод и так начнем распаковочку начну вынимать и показывать что же пришло от соло с моими эмоциями и описанием того что я получил первая машинка porsche карьера замечательная тачка очень вообще люблю собирать поршики porsche карьера одни из лучших кастингов к сожалению конечно от виллс не прорисовали фары соус ценки сумать спасибо соло огромное но этот porsche в этом белом свете с этими полосочками выглядит с этими дисками выглядит вполне себе привлекательно положим сюда будем раскладывать тачки здесь и здесь посмотрим что же пришло дальше так вторая тачка на сегодня это у 1956 года power sport пикап от матчбокс посмотрите ребята какая крутая штука сзади какой-то ангар ферма виден ох какая классная машина обалдеть красный интерьер у нее глубоватое стекла желтом на свете смотрится просто превосходно это у нас матчбокс тут где-то год должен быть по идее написано сейчас найдемся 2020 года скорее всего матчбоксик выглядит просто очень круто у кого-нибудь такой есть или нет напишите в комментах да матчбокс конечно супер классно спасибо соло огромное идем дальше полицейский джип внедорожник с американским флешком сбоку эль секунда полиция написано ford interceptor 2016 года судя по всему на базе ford explorer сделан тоже матчбокс очень тоже красивая карта у машинки классная штука обожаю explorer отличное пополнение в коллекцию так что же прислал нам соло идем дальше смотрим что тут есть mazda саваночка rx7 rx7 fs 3589 года великолепным красном свете в таком ferrari скам свете можно сказать с великолепной детализации диски колесные сама машинка детализирована просто на сто процентов отлично отличная тачка вообще красота полная да красавица вот согласитесь ребята очень красивая mazda идем дальше mercedes benz у не мог у 300 версия зеленого свете от матчбокса тоже прекрасно детализированный обожаю mercedes вообще сам по себе люблю mercedes как ребята еще раз повторюсь не забывайте подписываться на канал соло ссылка на канал соло будет в описании также там будет ссылка на его на первую посылку от соло на который обзор делал и будет ссылка на английскую версию этого обзора также в описании можете посмотреть захотите через можете через яндекс браузер если английский знаете можете так посмотреть ну там то же самое что здесь сейчас видите на русском но на английском но немножечко с другими эмоциями потому что эмоции каждый раз передать сложно, сами понимаете. Красивейший Мерседес. Обалденное, спасибо, Солу. Идем дальше. Камара. Кабриолет. Что может быть лучше Фордов Камара 69-го года? Оно выглядит просто фантастически на короткой карте. Ложим его здесь. Идем дальше. Что же будет в следующем? Так, переворачиваем, чтобы вы не видели. О, вот это вот редкая машина для нашего региона. Это замок, ребята. Машины без покраски. Замок. То есть, как они есть, видите, на таком сером свете. И есть декальки. Только вот небольшие синенькие диски колесные. Обалденнейшие. Вообще, эта тачка, если я правильно понимаю, предназначена для американского рынка. Именно там продаются на больших картах замоки. Ну, в СНГ их вы не найдете. 2019-го года кастинг. Из серии горящие грузовики Hot Wheels. И это Chevy Luf 72-го года кастомный. Выглядит, конечно, фантастически. Sol, thank you very much for this wonderful кастинг. Let's go on the next one. И это будет Ford Transit Connect в великолепном синем свете. Я очень люблю Форды Транзиты, потому что одна из первых моих машинок с детства был Форд Транзит. И Sol знает о том, что я люблю Форды, люблю вены от Фордов. Прислал мне вот такой вот замечательный синенький Форд Транзит. Спасибо большое Солу. Реально классно выглядит. Он такой современный уже Форд Транзит, не те, которые раньше были, но вообще тачка обалденная. Идем дальше, ребята. Matchbox. Corvette C8 2020-го года. Супер детализации, супер прокраски. Посмотрите на этот великолепный синий свет. Вау! Обалденная машина. Очень классная. Очень нравится. Идем дальше. Ай, красавица. Toyota Prius. Электрический гибрид на золотых дисках. Слушайте, ну классный Prius, конечно. К сожалению, не пририсовали в Matchbox перед, зад, но сам Prius вообще-то очень редкий кастинг. Не часто встречается. Выглядит, конечно, фантастически. Toyota это просто любовь, любовь. Обожаю Toyota. Что-то дальше идем, ребята. Что тут еще приехало? Stude Baker с чемп 63-го года в черном раскраске. Это не СТХ-шка. Это обычная версия. Если я правильно понимаю. Вроде бы не СТХ-шка. Красный салон, интерьер, черный свет. Какие здесь классные декальки на нем. Накрик 63-й цифра. Гудьеровская декалька. Диски. Обалденный, конечно, пикап. Такой длинный, огромный, большой, красивый. Класс вообще, супер. Идем дальше. Так, смотрим, что же еще пришло от Соло. Великрепный Copacomare SS. Это один из таких, вот знаете, не новых, это один из таких вот относительно старых кастингов 2017 или 2018 года. Выглядит, конечно, фантастически данный Camaro. 2018 года кастинг, судя по всему. Интересный, спортивный обвес у него такой достаточно. 2018 года, это уже, знаете, очень, очень редкие машинки. Вы уже сейчас их в продаже практически не найдете, только на вторичном рынке. Идем дальше. Dodge Power Wagon на короткой карте. Ох! Красивейший Dodge. Посмотрите, какой у него салон, интерьер. Массивность, какая-то такая мощь прямо чувствуется у этой машины. Коричневые диски колесные. Класс вообще офигенно выглядит. Обалденно. Вот люблю подобные тачки, как этот, это, конечно, что-то с чем-то. Идем дальше. Jeep 4х4. Вот Matchbox. Очень интересный такой раскраски. Сделан такой истинный американец. Можно, кстати, сзади пресепсы прятать. Видите, пресепное устройство есть. Кенгурин спереди. Обалденный кастинг, конечно. Matchbox. Matchbox очень радует. Спасибо большое Солу за то, что пристал. Matchbox. Я обожаю Matchbox собирать. Это для меня, знаете, такая приятная душина. Два Nissan GTR. Я знаю, любители японских машин. Ликуйте, пишите комменты. В отличном желтом свете и в отличном... Эти желтые на большой карте. В отличном белом свете. Оба выглядят просто фантастически. Особенно. Да, в принципе, оба выглядят интересно. Разные наклейки. Сверху, обратите внимание, здесь такая стрелочка. Здесь по-другому сделана декаль, полоса. Они еще только разные. Nissan при этом, да. И одинаковые, и разные одновременно. Колесные диски разные и так далее. То есть они не просто пересветовка. Здесь еще кое-то упоминание, что 2020-го модель на 50-летние... Версия на 50-летие модели выполнена. Очень классные два Nissan. Обожаю GTR. В мою коллекцию попадают вот на 100%. Люблю их очень. Классные тачки. Дальше смотрим. Матчбокс. Polaris R ZR. Даже сбоку написано. Такой квадросыкл своеобразный. В черном-сером свете. С очень прикольными декальками. Слушайте, ну вот матчбокса, конечно, такие безумные вещи иногда попадаются. Прям вообще класс. Спасибо Solo, что прислал. Такие интересные. Это о-о-о-о, ребята. Ой-ой-ой-ой. Ford Coupe. Вы посмотрите. Это Moon серия. Видите глазки здесь? Ай, красота. Посмотрите, какие декали сбоку идут. Колесные диски. Причем спереди один тип колеса, сзади другой тип колес. Интересно. Такой винтажный Ford 33-го года. В общем, исполнение. В раскраске Moon. В очень интересном исполнении, конечно, сделана машинка. Да, вот это вот, конечно, вот такие вот тачки. Это жемчужины коллекции любые, понимаете? Это просто обалденно. Идем дальше. Что же к нам еще приехало? Вау-яй-яй-яй-яй-яй. Какая красота. Chevy Impala в золотом. Свете надо обязательно будет сделать на него распаковочку и обзор в будущем. Эта тачка, на нее точно нужно делать распаковку и обзор. Ну, выглядит она просто, смотрите, с таким золотом снизу. 59-го года. Великолепная машинка. На короткой карте у нас ее и не было. В наших краях у нас только на длинных. Встречались, помню, когда-то попадались. На короткой точно оставлю в запаке. Если буду обзор делать, найду потом у себя где-то длинная у меня такая лежит. Сделаю для вас обязательно потом обзор. Спасибо, Соло огромное. Вот эта тачка когда-то была СТХ. Но это обычная версия. Chevy Pickup. Обожаю пикапы. Вообще, Соло спасибо огромное за пикапы. У меня где-то есть распакованный такой в версии Treasure Hunt. Только там не Chevy. Там, по-моему, другой, другого производителя моделька была. Но там именно Treasure Hunt была. Есть еще Super Treasure Hunt. И Super Treasure Hunt именно в этом вот кузове шел. Что и эта моделька в свое время. Обалденный грузовичок. Конечно, очень люблю эти пикапчики. К сожалению, сам тоже не нашел СТХ. Ох ты. Alpine A110 Cup. Вроде бы Alpine это французская контора, если я правильно помню. Очень красиво смотрится в этом сером исполнении. Интересная машинка. Спасибо Соло опять за то, что он ее прислал мне в коллекцию. Ой, Mazda Miata. Одна из любименьких тачек. Есть канал Girls Love Cars. Там девушка ведет канал, женщина. И у нее такая машина в реальном владении. Приятно посмотреть. Ну, поищите по YouTube интересный канал. Катидай, подписывайтесь на канал Соло. Ссылка в описании на канал Соло будет. Ой, классная Miata. 91-го года. Miata. Mazda Miata или Miata, как ее называют в народе. Люблю Mazda. И в желтом свете она, конечно, смотрится обалденно. Идем дальше. Ох, один из моих вообще любимых фэнтезийных или околофэнтезийных кастингов Hot Wheels. Это, конечно же, Mod Roddy. Потому что, смотрите, как они круто выглядят. Как круто Hot Wheels делает вот эти вот Hot Roddy. Мотор торчащий спереди. Передок. За это я очень люблю Bone Shaker. И тут один из таких вот вариантов супер, суперчистых американских тачек. Таких вот Hot Roddy. Обалденно. Так, давайте дальше посмотрим, что пришло. Спойлер, спойлер. Chevy Impala 2010 года. Это из Носкаровских тачек. Знаете, такие есть в Америке гонки. Носкар называются кольцевые, если кто не знает. Очень интересно. Синее остекление. Белый цвет кузова. Четверочка сверху. Hot Wheels спереди. Гудрищи логотипы. Черная диски. Выглядит, конечно, просто феерически. Соло. Спасибо еще раз за такой подгон царский. Смотрим дальше. Ребята, что у нас тут приехало? Вау, 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 вау. Гладиатор. Один из лучших американских джипов. Ну, что тут скажешь, да? Как и у Willis. Тоже со снятыми дверьми в данном случае. Они и у реальной машины можно снять с петель. Все такое. Кабриолет превратит либо в закрытом кузове. Здесь машинка очень-очень интересная. К сожалению, без пересыпного устройства. Видите, сзади здесь нету. И без конгурина спереди. Ну, конечно, такой настоящий внедорожник, как здесь карта подразумевает, да, джунгли. Очень красивый джип. Он сейчас в данное время в других расцветках он идет, у матчбокса. И очень приятно иметь его теперь в красном свете. Может, у меня такого не было. Ой-ой-ой. Вот этот вот чистый британский. Асол у нас из Великобритании, из Англии. Land Rover 65-го года. Генерация второго поколения. С очень красивой раскраской, на мой взгляд, сбоку. С очень приятными песочными колесными дисками. С британским зеленым верхом. С таким вот багажником своеобразным сверху. Обалдеть. Смотрите, какие у него фары передние. Они не сбоку, как обычно, идут. Фары у них, у Land Rover, раньше были посередине. Очень круто. Очень-очень крутой кастинг. Реально, очень крутые раскраски. Обалденно. Чисто такая английская тема. Люблю английскую тему, на самом деле, очень сильно. Давайте смотреть дальше, что приехало. Ох, редкая машина, редчайшая. Это Greenlight, ребята. То, что практически невозможно у нас на рынке найти. Подобные тачки продаются в основном в Штатах. Иногда бывает, редко в Европе, ограниченный выпуск Limited Edition. У него сзади должен быть свой номер. 1170 Dodge Challenger RT Heming. Посмотрите, какая детализация. У Hot Wheels нужно поучиться у Greenlight, как делать машину. Зад, как сделан выхлопная труба. Это вам не Hot Wheels, ребята. Надписи на колесных, на резине. Видите, да? Прорисовка колесных дисков показывает для вас. Вот Greenlight эта тема. Гораздо более крутая, чем Hot Wheels, как я считаю. Soul. Спасибо огромное. Thank you very much, my friend, for this wonderful beauty. Здесь капот открывает, судя по всему, этой тачки. Даже не хочется такое распаковывать. Знаете, вот как коллекционер говорит, что тачки в основном очень сильно сонны, когда они находятся в упаковке, которую распаковал. Уже сонность, конечно же, падает. Но хотелось бы, конечно, помацать ее в руках. Может быть, когда-нибудь и распакуют, у красавицы. Очень круто. Ну, конечно, если буду распаковывать, обязательно сниму для вас на нее обзор. Красота. Очень красивая машина. Что же нам приехало еще от Solo? Ух. Ребята, просто ух. Помните Datsun, на которой Hot Wheels сделал, да? Детализацию этих Datsun. Вот такая достаточно простая детализация. А здесь детализация, она сделана с такой, знаете, любовью. Более реалистичной детализацией. Фарки прорисованы. Фары не просто краской прорисованы, а не пластиками. Сделаны как под реализм бампера под настоящие колесные диски. Вот вам детализация категория Greenlight, опять же, да? Tokyo, Tokyo. Только, типа, крутящий момент Tokyo. Greenlight. Да, ребята, если бы Greenlight у нас продавался, я думаю, что его предпочтение, наверное, бы отдавал Greenlight либо Hot Wheels премиум. Но Greenlight, это, конечно, вообще пушка просто. Обалденная тачка. Solo, это просто реально тоже жемчужина любой коллекции. Такие машинки, это... Фух, это как, знаете, как алмазики коллекции. То есть лучше в коллекции, что может быть, вот такие вот вещи. Обалденно. Спасибо, Solo огромное. Еще раз за такой подгон. И последняя машина на сегодня. Это вот такой вот замечательный... Ох, ребята. Просто вау, вау, вау. Гульфовский. Фургон, Ford, Club Wagon. И закрытый картрейлер сзади. Обалденно. Серия гульф, трейлер. И... Вэн. Вот Sol знает, чем удивить, ребята. Это вот реально... Я когда это увидел, я просто подофигел. Тоже ограниченный выпуск Limited Edition. Из Hitch и T&W. Надо будет хотя бы посмотреть. Что это за Hitch. Я вроде, может быть, даже и не смотрел. Надо будет глянуть. Но сам фургон похожий на Ford Transit. Или еще то, что было до Ford Transit. Фургон, конечно... Ой-ой-ой, какая детализация, ребятки. Ой-ой-ой-ой. Ну, я еще раз вам говорю, что Greenlight, это вам не хотел. С детализацией гораздо круче. И вот это вот реально бриллиант. Просто бриллиант сегодняшней посылки. Такое, знаете, сокровище среди всех тачек. Они все крутые в этой посылке. Их очень много. Solo еще раз огромное спасибо. В описании будет ссылка на английскую версию этого. Обзоры на английском я снимал перед русской. Там будет больше эмоций. Они будут другие. Но, тем не менее, вот это вот классно. Надеюсь, вам этот обзор понравился, ребят. Пишите комменты обязательно. Вот такая вот посылочка от Solo. Не забывайте подписаться на канал SoloDyCastOdysseo. Ссылка будет в описании. Это один из тех каналов. Например, тот же знаменитый коллекционер, да, у нас секретный, который. Вот он оттуда подчеркнул, как мне кажется, все свои видосы очень похоже по стилю снимает. То есть он оттуда слезал стилю этого человека. Этот человек, Solo, он когда-то был моим подписчиком. Долго. И не только моим. Я когда снимал на английском языке различные обзоры, и Solo решил сам завести свой канал. И когда Solo завел свой канал, когда я увидел, как он лампово снимает видео, я просто обалдел, ребята. Вот реально рекомендую канал Solo. Подписывайтесь. То есть если не понимаете по-английски, установите себе Яндекс.Браузер. Там есть опция встроенного перевода на русский язык. Там голосом вам прям переводят на русском. Смотрите на русском через Яндекс.Браузер. Но канал Solo реально стоит для того, чтобы подписаться. И Solo еще раз огромное спасибо за эту классную посылку. Реально обалденные эмоции. Эмоции на весь день, на неделю вперед, на месяц вперед. Реально положительных заряженных эмоций. Потому что я не знал, что будет в этой посылке. Прежде чем ее распаковывать. И это действительно было круто. До новых встреч. С вами был Автоход. Надеюсь, вам тоже понравилось. Как и мне. У меня даже голос подсел. Два обзора подряд снимать. Но это было круто, ребята. И Solo спасибо еще раз. Огромный респект. Solo, thank you so much. I am so respectful for this wonderful mail call from you.